Любому магазину нужна выгода. И если она есть, дела пойдут в гору. Торговля при хорошем маркетинге должна в первую очередь ориентироваться на спрос покупателей. А он на кубанскую продукцию всегда есть и немалый. И со стороны сочинцев, и со стороны гостей курорта, которые на отдыхе желают попробовать именно местное вино. К сожалению, в наших магазинах его мало. Это качественные, это не порошковые вина. Мы видим виноградники, мы видим эти заводы. И, конечно, мы должны это все поддержать и выставить это все на прилавке. Потому что наши отдыхающие хотят этого. Но это, конечно, и налоги, это, конечно, и реклама города Сочи, и Кубани. Поэтому мы этим сейчас занимаемся. Та доля, которая есть сейчас в общепитах, в оптовых предприятиях, в магазинах, не удовлетворяет никого. Потому что это доля около 30%. А может быть и 50% из 70%. Все зависит и от желания торговцев поставить на полку товар заграничный, или же из ближайших регионов страны, или поддержать кубанских виноделов, которые знают, как сделать качественное вино, но не знают, как его продать. И вот тут поможет городская администрация, которая пообещала посадить за один стол переговоров производителей, оптовиков, сетевиков и представителей общепитов. В сочинских ресторанах, отметил Олег Язюк, официанты должны как дважды два знать, какие напитки в регионе наиболее качественные. А в магазинах неплохо бы выделять отдельным стендом товары, изготовленные на Кубани. Участники совещания обеими руками за, если поставки будут налажены. Осталось встретиться и договориться о взаимовыгодных условиях. Никаких проблем нету. Единственное, должно быть предложение от производителей, по крайней мере, чтобы они о себе заявили. Получается, что заявлять о себе нужно громко и настойчиво. Неплохой пример – самый северный в мире краснодарский чай. Его старается с побережья увезти каждый курортник и как сувенир, и как частичку южного солнца и тепла. Не за горами, по мнению городской администрации, те времена, когда бутылочка кубанского вина станет хорошим подарком с Черного моря.